всем привет с вами за station лейла дмитрий оля сегодня мы делаем что а сегодня мы отправимся в мир диких земель wildlands будем играть в настольную игру от британской компании которая называется дикие земли в этой игре что нам нужно сделать мы каждый из нас берет руководство над группой приключенцев которые отправляются в подземелье чтобы добывать магические кристаллы но каждой группе нужно добыть только кристаллы своего цвета мы уже поделили партии между собой лейла у нас сегодня играет за мертвых товарищей да да за группу андедов они очень на меня похожи поэтому я их выбрала самая многочисленная команда в подземельях которые хуже собирают кристаллы но гораздо лучше охотятся на всех живых которые отправились в эти подземелья у меня команда магов они довольно слабые в ближнем бою но зато очень быстрее летают при помощи своих заклинаний и рассчитывают на то что очень-очень быстро соберут свои кристаллы а оля у меня команда приключенцев типичный файпер клирка вармак команда мечты просто дремтим классический такой набор да ровно четверо будем приключаться замечательно игра у нас состоит из двух основных игровых фаз в первой фазе фазе планирования мы отправляем наших ученцев подземелья при помощи карт на картах обозначены локации отмеченные на карте цифрами сейчас я сдаю по 10 карточек каждому из игроков ну что разбираем разбираем карты да и планируем куда же отправиться наши приключенцы ключевой момент в том что мы раздали по 10 карт лейли мы дали 11 потому что у нее банда еще более многочисленная у нее 6 мертвецов часть карточек мы распределяем по нашим персонажам а другие карточки мы передадим соседу справа и это будет местонахождение кристаллов нашего оппонента справа поэтому нужно очень хорошо подумать чтобы устроить засады в этом земле возле кристаллов которым пойдет ваш противник ну понятно почему мы справились быстрее у меня меньше приключенцев поэтому мне было проще распределить их по подземелью воляной партии группа искателей приключений вообще такие молодцы им даже не надо распределять конкретную точку где они будут прятаться им все равно в любой точке этого подземелья опытная партия до опытные ребята бесстрашные осталось только узнать где у нас будет поджидать смерть в лице вот этих замечательных красавчиков вообще там есть лорд там есть служанка там есть охранник гвард все да мы готовы и мы передаем карточки игроку справа вот тут уже можно смело рассказывать что у меня например один из моих кристаллов упал в 4 так в 13 только надо поставить их эти кристаллы не на цифры чтобы за чтобы видеть все 15 кто-то у меня решил хорошо сделать я подозреваю засаду 5 а ты что вот так 25 и 35 кто-нибудь видит на 17 19 у ребят это вы конечно напрасно за что может быть ему может быть там кто-то тебя поджидает что плохой злой я тебе сделал плохое плохое вокруг костами нежить 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 бульварда все карточки сия на нежить это глагол нежность причинять возможно 3 3 3 3 как красиво все сочетается вось так и стоит так это взброс так первым игроком у нас получается будет тот чей кристалл ближе всего ко входу 1 2 3 твой ну хорошо дальше по ним человек это получается то часовой стрелки до экспертом мы передавали против часовой ходим мы по часовой стрелки набираем все руку ставим кода дальше в течение своего хода игрок должен как минимум раскрыть хотя бы одного персонажа если его персонажи еще прячутся где-то подземелье то есть стоят вот сейчас на карточках своих героев и после этого активирует их при помощи карт на руке на каждой карте присутствует давайте покажу символ какого-либо персонажа и флаги действий которые этот персонаж либо все персонажи из банды могут выполнять при помощи этих карт мы будем передвигаться по подземелью подбирать кристаллы воевать друг с другом так то есть сейчас мне нужно кого-нибудь вытащить и положить показать где же где же прячутся мертвецы хорошо я делаю 1 20 я кладу этого товарища в клетку номер 20 и это можно взброс на привелся зомби отлично так что у меня есть все осложняется тем что жука которая палец который у меня работает он придавал машины ты уже почти тоже андет я начинаю сгнивать подобно своим собратьям так что же я могу сделать нить так кристаллов все твои от тебя далеко да от меня далеко что могу сделать мне особо делать сейчас нечего разве что куда-нибудь пойти но ты можешь сразу передавать конечно вход но тогда ты даже карты на руке не поменяешь стоит какими-то слабыми передвинуть этого зомби куда-нибудь в оброне чей-нибудь чужой кристалл да я тоже думаю так я использую карту где есть обозначение зомби да вот рука у меня непонятно который вылезает да так и я могу его подвигать за одну соседнюю клетку хорошо у меня здесь сброс куда его поделить там где хорошо я пойду вот сюда могу сюда они замечаются это он бессмертный видимо может долго стоять и туда как раздать через пару сотен да да мне в принципе больше делать нечего я так думаю что да и я добираю карту переход передаю уход следующему правильно да хорошо раз а это тогда вот так на часовой так жена кем-то вылезти надо собрать себе кристаллов 6 я сказал заслуга у тут в подземелье появляется ведьма с метлой надо вполне себе ведьма старая каргада тоже имеется она пока видимо еще не подошла и я пожалуй что при помощи этой своей ведьмы я отправлюсь вперед играю карточку символом ведьмы двигаюсь на одну клетку если никто ничего не хочет мне противопоставить но это видимо нет я играю еще одну карточку символом ведьма снова ее двигаю далеко пошел снова тишина да допустим и опять карта ведьма она добирается до своего кристалла но поднять его я видимо пока еще не хочу или не могу потому что чтобы поднять кристалл нужно потратить три карточки с руки символом персонажа который будет это делать да совершенно верно у меня осталось всего четыре карты я заканчиваю ход передаю ход дальше убираю 3 так я вот этот мерзкий темный мир 1 пускаю конечно же слабую девочку материнский инстинкт не сработал так и эта девочка идет девочка у тебя табуретка да нет все табуретка это клирик там просто есть разные символы для активации различных персонажей табуреткой вот вот табуретка вот видно ладно девочка пошла еще раз и решила постоять здесь полюбоваться делать она больше ничего пока что не будет ну и пожалуй все передаю ход дальше конечно все так мерзко расставлено ну как карты в руки хорошо заходит так ладно лорд оказывается в клетке номер 17 так что же сделать этому лорду чего лорд желает чтобы было чисто то 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 решила очистить от нас подземелья нет не выйдет о нить какие до чего же глупые карты прямо как лорд да да ты просто пудри на его лицо явно много книжек съел сложное лицо я потрачу одну карту на то чтобы он просто занялся физкультурой и начал двигаться раз да пускай идет пускай с миром да дальше я делаю что я раз два нить 3 так сейчас секунду мне нужно оценить мои финансы так нет я просто думаю какую бы карту потратить они так хороши на все нет они просто таки убогие что меня есть чего выбирать так ладно двигайся еще я же могу подвигать еще раз и вот тут тадададам почему мы так медленно каждый раз разыгрываем каждую карту ключевой аспект от игры в любой момент игрок имеющий карту джокера на руке может прерывать активацию активную игрока я говорю что внезапно мои волшебники до хотят прервать активацию мертвецов прерваю и в десятой клетке является голем хотя бы не за спиной у вот этого ушлепка который как только я прервал ход другого игрока я начинаю разыгрывать карты как будто бы я активный игрок единственная разница что когда я закончу играть все свои карты ход обратно вернется к лейли я карт в конце этой своей активации не добираю карты мы добираем только в конце своего активного хода для этого у нас есть фишечка первого игрока итак раз уж я тут появился то за карточку голема я пожалуй к тебе подойду вот у нить началось кажется я где-то это видела мне все равно идти в эту сторону здесь лежат два моих кристалла поэтому почему вы здесь стоишь да 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 вот теперь после того как я сыграл хотя бы одно действие меня тоже уже могут начать прервать такими же карточками джокера ты же хочешь просто до своих кристаллов найти правильно да ты меня просто подвинешь не знаю если никто не хочет ничего противопоставить моим действием то что мертво уже умереть не может подумай а когда голем со всей силы ударить лорда я использую карточку с общим флагом который не несет символа ни одного персонажа есть флаги ассоциированные с каким-то персонажем в партии есть общие флаги и именно за нее я тебя пытаюсь ударить так ты можешь защититься биться то есть вот такой карточками да карточкой с покрыть окей я беру и делаю их тысяч парируешь это в мой сброс какая разница какой сброс на самом деле хотя там же как разница да все уже понятно каждого свой сброс потому что карты разные ну чтож ударить зомби лорда не получилось поэтому я говорю что я заканчиваю свой ход на этом и он возвращается к тебе благодарствую бы 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 было интересно ответь ему до голема 7 здоровья можете долго будешь парировать и тратить карточки и зато не сможешь поднять свой кристалл потому что игрек карточки тратится как на атаку на ходьбу на защиту и на подъем кристаллов хорошо я подвину вас молодой человек больно и просто пойду он убегает я просто пойду да я вам никому зла не желает вот да и мне 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 как же интересно и собственно говоря на этом я свой ход заканчиваю забираешь 1 2 3 теперь у меня на руках 6 карт 3 карты но не более 7 вот перешел ко мне мне теперь надо кого-то в подземелье вывести вышло не очень хорошо но в 26 появится дует сова юга его зовут в у меня совиной голова странный парень я слышал что он умеет летать и он тоже отправится на клетку где уже стоит наша ведьма вышел и пошел сразу же да кто-то хочет перерывать мой ход может быть нет нет не хочет раз никто не хочет перерывать мой ход я доберу себе три карты и передаю ход ольги давайте искать или приключений подумала и знаете что придумала и вывела кого-нибудь на поле и придумала поднять кристаллик кого-нибудь на поле сначала сначала на поле конечно пока у тебя есть персонажи еще которые не пришли в подземелье до сначала не приходит в подземелье потихоньку так давайте посмотрим что можем здесь делать такого интересного до большой плюс вот группы приключенцев что они в любой момент решают конечно где им появится что не распределяют карточки конкретно конкретному персонажу и еще имеет одну дополнительную карту пятую такие неконкретные ребята хитрые я бы сказал я могу попасть только через это место да это закрытая комната с одной дверью по сути ох ну давайте допустим в циферке 23 есть у меня такая ой ой кто же там вот вопрос аленка выходит ай-яй-яй-яй женщина маг женщина маг так женщина маг вышла вижу женщина не маг тем временем похоже будет жечь будет 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 жечь женщина будет вот так сложный выбор вот три карточки и кристальчик мой а ты сначала подбираешь кристалл своей воровкой крис воровка подобрала кристалл и очень довольная стоит улыбается я то испугался что меня сейчас какими-то огненными шарами закидают шары в руке но я пока нет я пока не буду их тратить и пожалуй на этом закончится вход раз два три карты у меня 7 на руке все очень хорошо теперь у лена приключенцы на один шажок ближе к победе а победить в этой игре мы можем собрав пять победных очков победные очки присуждаются за собранные кристаллы по одному победному очку или за убитых персонажей из групп противников тоже по одному за каждого вами убитого в любом соотношении что это было нет да все таки да один из скелетов похоже появляется да я делаю в жух это 14 я беру кладу все видно отлично как удачный этот товарищ этот товарищ берет и я же не знал и я и не знал что могу походить в соседнюю клетку но тебе же очень тяжело подбирать кристаллы да мне очень тяжело подбирать кристаллы потому что если им нужно три карты с одинаковым значком правильно мне нужно четыре карты вот собственно но их легче подобрать потому что два да у нас может два символа ну то есть такой своеобразный баланс наверное да в каком-то смысле а я пожалуй сделаю вот так до 4 символа скелета и он подбираю себе тоже кристаллы что-то все стали кристаллы собирать политическая ситуация стране что-то в наше время слишком много людей стали кристаллы подбирать не к добру все это я заканчиваю свой ход да делаю раз делаю два делаю три и передаю ход отличающему человеку злодеяния если бы он не ушел от меня по этому темному коридору все было бы вообще замечательно подбирай свои кристаллы просто берешь идешь и берешь да сначала старая ведьма гретхен появится здесь ну так уж судьба сложилась что я старую подземелью сюда прямо на пути этого скелета надо как-то с ним разобраться думаю и и ведьма вот это самое гретхен колдует заклинание в соседнюю клетку бах нанося один урона скелету если он никак не защититься защититься ты можешь только щитом пора говорить о нить потому что мне нечем защищаться один урона так тебе нельзя умирать посмотри внизу все под носом так это кто кто кого я сюда положила вот его положил да да в капюшоне от у тебя ученик да тогда у них мой легко запутаться потому что они все с одинаковыми значками а ведьма продолжает колдовать есть еще второе заклинание туда же бах все до 3 дожди дожди я подумал я подумал собирай свои кристаллы что тебе не нравится и не понимаю на самом деле я использую дальше если меня все еще никто не прерывает мой ход используют три карты на сову сова тоже берет кристалл значит чуть-чуть мы сюда пришли это игра очень быстро закончится кто же победит и я добью-ка я да нет я использую последнюю карту на эту же ведьму но на карточке нет никакого флага поэтому я могу только походить она уйдет вот сюда всякий случай все я заканчиваю свой ход добираю три карты сейчас я сделал очень много действий немножко себя обезоружил тем что сыграл очень много карт меня термала карт на руке возможно мне будет сложнее защищаться но я зато добыл кристалл как и мои противники не отстаю от них ни на шаг у меня мужчина табуретка берег наконец-то табуретка 38 табуретка в прошлый раз не очень удачно вышел на поле сразу получил по голове сброс да ну что ж табуретка как его на самом деле зала его и зовут то там там за табурет там табуретка тому редко поэтому он думает хочет ли он это все мы немножечко много неприятных мужчин вокруг да всем немножечко то причем большинстве своем создание мертвых уже неважно мужчина это или женщина голем вообще обидно я вот не знаю кем этот скелет был по жизни ладно давайте так кто-то был по жизни ну да табурет пошел еще один пошел никто не прерывает полю да эти карты как сброс своевольно ходят по я хочу заключить с тобой некоторые пари не видим нас есть и рвущийся к власти человек так предлагаю здесь там миром да супер отлично так просто турнандетская что увидим а так я же должна что-то еще сделать выход я пожалуй закончу вот на этом так сколько мне карт на руке и выбираю всего лишь если у тебя их 6 то всего одну так ход перешел мне ну шо я вытаскиваю своего мертвяка в клеточку 21 очень интересно развлечься в общем-то да в таких местах развлекаются девушки так что же я могу сделать сделать то я могу собственно говоря что-нибудь что а я просто возьму и и за одну карточку просто сделаю пару шажочков и окажусь в клетке номер 4 так что я могу сделать еще гуляет хороший красивый статин как табурет так 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 девушка я никогда не потому что нужно быть табуреткой на самом деле красиво стать у нас будь бревном все к тебе потянутся цитаты из пацаловских пабликов действует только на мужчину знаю что это был так какие красивый карт просто в принципе игра сама по себе с точки зрения оформления на просто прекрасно цвета эти камушки приятно трогать все трогательные все трогательные а я в общем то и возьму и завершу свой ход да я завершу свой ход вот так и добираю три карты у меня вариантов нет в подземелье приходит волшебник горин 39 клетка это где-то он совсем далеко да где-то он здесь там там конечно есть мой кристалл это уже неплохо где-то рядышком вот как у меня всего три но мне довольно повезло с набором карт в последний год поэтому я играю джокера чтобы добрать две карты может быть это нам поможет так уже стало интересно я играю второго джокера чтобы добрать еще и как вечер перестает битом я напомню вам вы меня можете в этот момент перерывать если вдруг опасаетесь что горин кого-нибудь заколдует напомню пожалуйста джокер позволяет двигать одно любое существо на одну клетку вперед да либо одно движение либо у нас с тобой джокер одинаковые это вот карточка которая дает либо движение любого персонажа либо добрать две карты либо прерывать ход оппонента последние действия конечно самые эффективные но но иногда приходится тратить джокеров на другое а да еще они могут изменить одну из карт в действии подборкой стал я еще одно сыграю мне вот что-то увидим плохо и колоду перемешала джокер и пошли джокера подряд да но не совсем подряд на самом деле тут добрал сколько картишек до того как получил следующего в руку вот и вот так начав игру с тремя картами в руке мы получаем их уже шесть это уже можно работать а сколько здоровья у твоей жрицы алины 44 она еще и нападать может давно мертвецов здоровья у всех три одинаково поэтому наверное есть смысл ведьма села на помело специальная способность нашей фракции работает она включила полет может прилететь целых две клетки началось я не понимаю так вот кристалл мы лежат ты просто решил взять кристалл может быть все может быть скоро мы это узнаем если никто меня не прервет то я сыграю следующую карту давай возьму еще две карты это было очень страшно сейчас будет страшно так самое важное то вовремя выбирать карты их тратить о да если есть возможность конечно да так так посмотрим у кого-то осталась одна жизнь кого можно убить а ты же именно так все правильно говоришь но я понимаю что мне это сложно сделать красотка да знаешь кому напоминает был сериал семейка адамса там был дядюшка этот с волосами на лице а мне она напомнила эту ужастик японский звонка женщины да 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 весьма похоже я думала что сейчас будет про звонок но про адамс это конечно интересная версия кстати о семейке адамс наверно холай махалай ведьма колдует заклинание в соседнюю клетку издеваетесь и не понимаю что происходит я боюсь заходить туда где есть зомби так давай давай договоримся я ничего тебе не сделаю забирай свой камень не убивай моих товарищей знаешь что можно защитить попробую мне нечем защищаться тогда урон один да у вас хорошо может быть все таки ты просто зайдешь заберешь она мирно разойдемся перед этим я доберу еще две карты да да там только добор карт ну скажи уже там а то свою колоду чтобы потом остаться без карт вообще такое бывает следующим действием я активирую снова эту же ведьму карточка с ее символом подойдет сюда господи я думал сейчас будет опять девчонок до тусовка если ваша туса хоть немного не напоминает вот это даже не пытайтесь меня звать нет а будет да да я сам тебя покусаю я себя такую в ближнем бою можешь паре я могу парировать в этом-то да только была отбита печально а то женские драки ни до чего хорошего не доводит ну ладно одна та женщина живая в принципе аппетитная смотреть я думаю не очень симпатично будет вот это вот такая с изюминкой все мертвые просто немножко все вы немножечко мертвы для того чтобы не получить в ответку я снова активирую ведьма снова скачу на помело и пожалуй просто улечу отсюда у меня все персонажи очень слабые поэтому я боюсь оставаться с андерами на одной клетке потому что они дерутся в основном рукопашными пытаюсь от них улетать как можно дальше и заканчиваю свой ход передаю ход да так у нас с тобой договор конечно нет господи это рука на больно женская солидарность и бежать внимание эти карты чтоб поднять до приключился спокойненько собирают кристаллы в это время и и и на этом я остановлюсь наберу три карты охот переходит мне какая она приятная на ощупь отлично когда власть у тебя так что же я могу себе позволить мне кажется как это слишком добре мертвец в этом земле пора сейчас сейчас окружилась обложил так но это же чуть ли не единственный способ победы раз отличная красотка да она просто перешла в другую клетку так что ж а мне нужно вытащить еще своего мертвеца да я так понимаю да ты забыл это ну сейчас вытащим тогда а тебе есть кого еще а да то есть а я то думаю чем так у меня же еще и на одного больше сейчас я вытащу там в прошлый ход я же вытаскивала вот да а в этот все нормально того же не вытащить будем считать что воин заснул где-то в подземелье меньше на один поэтому ничего страшно так что что хорошо да я пожалуй возьму сделаю раз положу в двадцать вторую клетку будьте добры 20 здесь появился лучник до лучник сверху в конце тоннеля это сброс что же что же делать лучнику а лучник возьмет и стреляет да я возьму и стрельну просто попробую что получится из этого вот так вот возьму и стрельну в солушку солушку у нас впервые применяется стрелковая атака тут надо проверить линию видимости она проверяется прикладыванием линейки от одной клетки с которой мы стреляем в другую до прямую ничто не перегораживает не стены подземелья не какие-то заблокированные клетки вот минут как-то спастись от этой стрельбы да да я сыграю о да я нахожусь в этот момент на самом деле в клетке с укрытием если вы обратите внимание клетки светлые и темные темные клетки говорят о том что на них есть укрытие и когда у меня именно стреляют только на таких клетках я могу воспользоваться укрытием что я сделаю хорошо я тогда заканчиваю свой ход добираем раз два и три и передаю ход тебе так у меня уже все герои в подземелье выскакивать никому не надо поэтому а вот да хороший вопрос лейла могу посмотреть карточку твоей банды это открытая информация вот это да да для чего на этих карточках у нас указаны полностью возможные варианты какие карточки могут быть в колоде этой банды с какими действиями мне сейчас интересно узнать насколько много у лейла защиты от магических атак и я понимаю что мертвецы от них почти никак не защищены почти никак не защищаются поэтому я рискну я пойду старый старый ведьмой подаясь подойду на одну клетку сюда помнить от стара женщина убегала в прошлый раз да да убегал я потому что здесь есть укрытие он не мог бы через клетку с укрытием меня стрелять вот почему не убегал вот если меня никто не прерывает нет нет никто не хочет в этот момент кто-то спал свою жизнь еще что нет никто тебя не прерывает то ведьма колдует заклинание в соседнем клетке очень надеюсь что у тебя нет защиты она у тебя есть бывает бывает не смог да я добить скелета не то бабка вспомнила не вышла на мое место в общественном транспорте пыталась занять я взяла вот так это хава видала как я умею карту меня мало я рассчитываю им еще как-то защищаться поэтому передам ход дальше а я тем временем вспоминаю что не есть мужчина а он как выскочил как выпрыгнул полетят плачки по заколочкам точно 28 точно 28 решил тоже есть вариант еще даже но я решила что хватит вариативности вот собственно что я буду делать сначала я буду тратить джокера на то чтобы забрать себе две карты и очень хорошо я еще с прошлого хода себе карты кстати не добрал я все колоду замешиваю обратно поэтому немножко подождите вдруг я сейчас решу ведьмы куда-нибудь улететь подальше это же самый крутой парень на деревне у него 5 здоровья а так просто немерено в колоде у него нет все в порядке ходит ох знаете что сделаю я сейчас такое сделаю ух сама не знаю что смотрите раз пошла жара 2 пошла пока я ничего не говорю вот нет 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 это что она делать 3 пошла 4 просто любит ходить выкачься я кажется догадался но конечно это было затратно пришла отчаянный бросок ребят но компания приключенцев вообще чего ждали что это буду с вами книжки читать у нас в такой большой квартире только так и можно ходить на самом деле ты просто прикладываешь кучу усилий чтобы и что я делаю дальше дальше трачу джокера и набираю две карты она тоже так умеет понятно думаете это все и это не все это может быть еще добор карт с табулетом и заканчивая карта ну как нежить же должна оборонять сокровище поджемелья нежить и выложить сейчас что вас плохо слышно перезвоните через час она же выиграет но она же выиграет но что-то делаешь это неизвестно еще потому что ты тут сходишь и щемишь всех по углам подземелья во тьме просто быдло с района заходит и щемит это причем одна квартира с ящиком да а ход перешел мне до дошел перешел перешел является последний скелет до появляется последний скелет в клетке номер 40 внезапно люди любят появляться за спиной так ну чтож 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 я могу сделать вот так взять и атаковать тебя скелет применяет какую-то жуткую некромантию прям грязные фокусы существо это мощно вот так вот как у меня же не готовила я думал я здесь главный волосы ну придется мне потратить карточку до защиты у меня есть хорошо понял принял обработал если сделала вот так снова заклинание скелета тут я уже конечно да понесу один урона понес отлично прессу 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 карту доберу себе я же могу добрать да так две карты и завершу на этом свой ход и доберешь еще до 7 до 7 то есть максимум 7 до максимум 5 вот так вот тут 34 я тебе не лгу насколько это я сейчас больше задумался о том что у меня очень интересный расклад на картах потому что я в зависимости от того каких персонажей я буду активировать он может по-разному разложиться на столе я думаю там деды раскладывается обычно везде вот но мне кажется надо начать с чего сначала да хочется заработать хотя бы один кристалл просто но к сожалению боли моих очень плохо поднимает его карточек меньше всего в колоде поэтому я сыграю полет на сову и сова полетел такой ну куда ты полетел у меня были планы на саму ты сейчас можешь меня прервать и попробовать эти планы реализовать но только после того как я выполнил уже вот это свое действие полет уже не хочу уже не хотите ну вот и хорошо тогда что дальше снова полетит вылетела птичка из рук вылетел сюда долечу и соберу свой кристалл 3 куда лоб лоб я ни на что не намекаю ну даже если он умрет он был тем самым персонажем который уже собрал мне два кристалла потому что снова три карточки совой сама будет не так жалко будет 9 у меня закончилась карта я передаю ход но даже в этот момент любой из игроков сыграл джокера мог бы меня прервать это было бы самое опасное для меня потому что у меня вообще нет карточек для защиты кто-нибудь нет 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 придется делать что-то другое отлично я теперь может быть даже выживу сложный выбор на земле и сложный выбор вероятно даже делать ничего мне придется а просто взять и добрать карты и сказать у тебя было мало как по руке да это не было много карт но спасибо за внимание продолжайте свои делишки обычно же такое происходит в этой игре когда вот как я ты за один ход потратил все свои карты тебе приходится следующий вот немножко потратить на то чтобы восстановиться чтобы снова добрать из колоды у меня произошло потому что немножко не совпадают символы мне нужны и которые персонажи которые могут действовать и символы персонажи которые мне зашли поэтому понятно и это не было подсказкой для вас нет уже уже забрала еще три карты теперь уже пасьянство наверно складывается теперь приятнее смотреть на все это происходящее безобразие как интересно наверное я пожалуй сделаю сейчас один момент да я возьму уход же у меня я возьму скелет пришел выстрелить да линия видимости есть у вас есть перестелка здесь будет я так чувствую да доводил их тысяч есть одна большая проблема да и вот три карты добрал но защититься никак не могу видимо получает рану так замечательно может не хочу не только старым женщинам место не уступаешь на и бьешь их да я бью женщин и детей потому что я красавчик да потому что я сильнее вот и бабушек тоже нет это была сейчас не реклама избивание бабушек нет типа нет мы это не пропагандоры мы вообще любим бабушек уважаем их всех так что я еще могу сделать кроме как побить бабушку я бабушка то вот если посмотреть такая знатная колдуне то таких салями сжигали я слухал я потрачу вот эту вот карту и доберу себе две раз два делаем вот так чтобы дмитрий ничего не заметил берем кладем так а хотят в течение надежды нет чтобы здесь так что же я могу сделать из чего не подбивай бубльку если может кашне окрыском да да слабая старая корня не мощная очень хорошо я если есть темще чем я побью и лет стреляет новую ведьму делаешь их тысяч да да не могу я когда когда-то уже заявляешь действие не могу тебя прервать действие будет выполнено да я максимум что сейчас могу это попробовать защитить ее как-то какой-то карты но нет тебе повезло старая ведьма умирает я носишь тебе победное очко наконец-то у вас 20 победных очков и только одно было сейчас у меня до лежит наконец-то занялась тем для чего она в этом подземелье почему-то началась меня этот еще не заметил что вы против тебя настроены слабого хлипкого мага любой сожрет ребят четверо это их разбросала шестеро когда много все тупые но зато умеют делать вкус и я так подождите какие-то карты отложены явно не просто да так у меня сейчас мне кажется я их не смогу по назначению использовать я завершаю свои ходы добираю карты вот и каждый раз мне каждый раз кажется что нужно себя пропустить наверно это потому что никто не играл вчера против часовой стрелки ход на не был такого такого не было у меня умерла ведьма и теперь все карточки сию символ в моей колоде кажется бесполезными но нет благодаря волшебной игровой механики теперь я могу подбирать кристаллы также потратив на любого персонажа три символа этой вот самой убитой ведьмы и наконец-то три символа убитые ведьмы позволяют этому дурацкому здоровому неповоротливому голему подобрать кристалл на котором он с самого начала игры стоит свой ящик видимо он их собирает да как то у меня закончились если никто меня не прервет в этот момент чтобы как-то наказать меня да за это то нет то передаю ход ну а я со своей табуреточкой собираю какие все собирательные собирательные находчивые а еще я все больше ничего не хочу сейчас должна была быть барабанная дробь они такие мысли что даже не замечаем сделал делай отлично я не заметил как ты уже просто берет просто олине в комнате мы зимы синтки так хорошо я выкладываю своей самой сильной рукой 4 карточки с одинаковым знаком руки как символично зомби делаю вот так вот я вас просто догоняю вот такие по 4 и потом я 4 так я завершаю свой ход добираю карты передаю но еще один быстрый ход ну я плечу совую да да мне здесь делать в этой части подземелья больше ясно вот это же было конечно нет 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 кто-то хочет восстановить супер быстрый проходит по подземелью прямо как сова аленки а почему ты вообще вот туда в тот угол поставил потому что там были кристаллы и люди собиралась сделать да она могла бы заклинание нанести урон сразу всем существом в той клетке пока этом стояла что что так и такой я прерываю ход дима вы беру 2 они я просто прерываю да я просто прерываю перемещаюсь на одну клетку вперед лет куда он идет даже не знаю и сейчас стреляет в этот коридор если так вот хорошему кажется что он стоит в этой части комнаты но простреливает коридор да да он как будто знал что 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 ты будешь . ты же можешь дальше а нет я пожалуй просто возьму и закончу когда ход возвращается ко мне тут же и и да это опасно потому что смотри я с собой тоже хотел полететь и хотел вылететь вот в эту клетку матери я понимаю что там опасно вылечу только на одну только на одну две не буду ничего опасного всего на этом я свой ход хочу закончить это неправильно предугадал мои помыслы грязные ну а я тем временем знаете что делаю он я могу две карты джокера использовать чтобы заменить два символа да ох друзья мои что я творю джокер два девочка клинок крис подбирают четвертый кристалл хочу выиграть никого не убив так не бывает я вообще за мир любовь дружба жвачка ребят из собственно я конечно могу еще наделать но не буду я добираю карты меня все устраивает да и все как это мы оставим на черный день так ход перешел мне у меня есть одна бабушка и две сережки у этой бабушки богатая бабушка мертвая бабушка мертвая бабушка богатая бабушка группе не упокоенных по моему как раз в тему собирать трупы своих врагов я потрачу брать лучше сюда для красоты что происходит я смотрю он мужчина с в руках с чем-то со сферой якобы что-то колдует грустный гаран здесь мертвый мужчина с мечом хэм хэм мертвый мужчина с мечом у тебя как он выглядит вот он хорошо не сказал бы не понял ты что-то имеешь против таких мужчин пристрепался как это сейчас в моде ты просто не шаришь это сейчас тренд быть мертвым в моде так что же мне делают а мне а я пожалуй знаете что я сделаю я возьму и завершу свой ход да неплохо да плохо и просто доберу сколько мне да да я просто возьму передам такой заботливый человек доберу и так надо догонять она как-то догонять стал я вряд ли сегодня смогу собрать смотрю так на свой рост поэтому я сыграю сначала джокера заберу две карты друг мне повезет не повезет все пошло пошла камба камба пошла классическая я снова сыграю джокера чтобы забрать еще две карты я напомню что после каждой из игры на мою карту вы меня если хотите можете прерывать что вы там куда-нибудь убежать что-то сделать так так вот с этим уже можно работать да потому что на плющила карт правильных что будет что будет что будет походит голем дойдет сюда что творится не прям нужно заработать победные очки нет помогите спасите голем объявляет атаку в зомби да шо ж такое то какую атаку слабую пока слабую обычную которую я могу отразить такой же атаку да да хорошо а голем еще одну атаку заявит слабо да шо ж такое то ну хорошо на так вот разил плохо думаю я но 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 я продолжу нет он голем теперь мощная атака и так из двух рук хрязь то шо ж такое там мелочиться я надеюсь что просто все карточки защиты вышли и теперь я смогу нанести целых два урона да да именно этим ты сейчас и занимаешься ты наносишь мне да волна только паре его не да 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 ты мне наносишь два урона вода нанес все что хотелось такой щуплый и опять не рассчитал 5 опять мой план провалился что ж такое то но я тогда заканчиваю ходы все как вчера которого не было повторять я щас буду делать свои коварства коварство если бы на коварство закончились карточки но есть карточки для безумств воин мужчина отбитый сложно у него с инстинктом самосохранения и воин и воин пошел и вот тут я говорю можно я вас перерыву конечно первой джокера я убираю да да так первое что я сделаю пока пока банда нет на самом деле я прервал тебе не для этого я же взял в конце своего хода три карты пока банда мертвецов не добралась и без защитных карт голем наносит мощную атаку в лорда зомби началось вот вот такая хитрая страдала класс класс да ну да ничего же не поменялось здорового хода защиту видимо нет нет ты его не убил потрясающе неожиданно но да но я могу пока что продолжать активировать своих персонажей чем я и взаимодействов я активирую ведьму на помиле и ведьма такая начало раз что же такое я снова активирую ведьму и она такая 2 а вот теперь теперь он теперь я закончу свой интерапт прерывание своего года да и ты можешь продолжить свой ход дышит мне в спину каждая иду еще замочи его замочи замочи давай я делаю добор двух карт спорим он скорее добьет тебя и выигрит отличный план со стороны кстати застелить на самом деле я сейчас убивать я не скрывает этого этого не убивать без разницы кого я могу убить милую прекрасную сова ну я не знаю или не могу защищаться и вот этого мужчину с перекошенным лицом но да но да учитывая что мне остался один победный point point а время поджимает я да я понимаю я и так же все что мертво что мертво вот вот они договорю с приключенцем не верь приключенцем я там ничего не делала я могла там побить вот этого мужчины несколько раз мы же договорились только на эти две клетки или до совы дайте все таки ну смотри ты точно убьешь сову сова такой у меня 7 так руки я уже не мне уже нечего скрывать вот прям это козырная монтана да ладно я не буду все таки нужно тратить еще так тогда он убьет сову и делаю сильных тысяч по зомби мне нужно что-то ответить защищайся знаете что да не хочу себя расстраивать но мне нечем защищаться вот зомби умирает и группу приключенцев зарабатывает на этом пять победных очков суши мы были были близки но нас обошли буквально вот финале на последнем повороте это было здорово это было сложно мне пришлось рассредоточиться очень сильно по всей карте поэтому уметь торговаться и договариваться и не умирайте пожалуйста вот девочки какие впечатления от игры я погибла не знаю какие впечатления бывают у погибших но ништяк классно здорово мне все нравится если вы только меня не убили хорошо да да мертва да зато у нас самая классная тусовка мои ребята самые лучшие мне очень понравилась моя команда приключенцев потому что они все очень разные прикольные ребята всех можно использовать по максимуму можно не бояться драться практически каждым потому что они достаточно живучие не считая крис девочка у нее всего три здоровья но у нее при этом очень много карт то есть она может совершать в принципе много действий если нужно на просто бежит дамы это видели когда начать полка это просто как ветер поэтому девчонки маленькие да удаленькие вот в целом очень вкусная игра очень красивая то есть приятно трогать фигурки приятно смотреть на карточки очень легкие правила поэтому я думаю что игра зайдет в принципе любым ребятам с любым стажем игр в настолке варгейм его что угодно тебе нужно спрашивать да понравилась ли тебе игра от себя я могу добавить на самом деле только то что автор данной игры они вложили максимально в нее для реплея для того чтобы игра была реиграбельна есть четыре разные карты этих картах меняются правило мы играли самую простую подземелье где в принципе есть только укрытие и нету других каких-то специфических механик местности это раз во вторых есть уже шесть разных банда при игре на четверых вы уже только за счет этого меняя себе банду каждый раз можете играть как-то иначе то есть мы сегодня не доставали например гномов кочевников таких замечательных и не доставали банду гладиаторов не доставали банду законников они абсолютно другие играют других механик наконец самое главное что два дополнения которыми сегодня играли наши прекрасные девушки мертвецы и партия приключенцев если вы не используете их как партию для игрока вы можете их использовать как нейтральных персонажей чтобы усложнить игру в другим играющим да то есть приключенцы могут появляться в подземелье независимо от игроков или ты ведь их кристаллы зомби могут появляться там где кого-то убили и тоже атаковать игроков мешаем выполнять их роли поэтому если игра вам в какой-то момент покажется слишком легкой вы всегда можете эти дополнения использовать станет сложнее и интереснее играть спасибо всем большое за просмотр пишите в комментариях понравилась ли вам игра все ссылки в описании подписывайтесь на за station всем пока удачи удачи пока ребят удачи